Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите и слушаете программу «Тема дня». Это совместный проект радиостанции «Монте-Карло» на Тверской частоте 95,5 FM и телестанции Тверской проспект «Регион». С вами сегодня работаю я, Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире, нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы, возможно, делиться своими соображениями. Тем более, мне кажется, тема сегодня очень интересная. Представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Ольга Александровна Карасева, директор Тургиновской средней школы. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Священник Роман Манилов, директор благотворительного фонда имени сестры Милосердия Екатерины Бакуниной. Отец Роман, здравствуйте. И Евгений Николаевич Калёкин, наш постоянный гость, председатель Тверского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Тверской области. Евгений, добрый день. Добрый день. Наших гостей, уважаемые друзья, объединило одно событие, можно сказать, объединила «Юнармия». Недавно состоялся слет юнормейцев всей Тверской области, правильно говорю, Жень, да? И к тому же наши гости были отмечены высокой наградой, наградой Министерства обороны Российской Федерации. Впрочем, обо всем по порядку. Жень, предлагаю сказать, что же это такое был за слет, чему посвящен, какие отряды были представлены. Вы знаете, слет был посвящен тому, что все мероприятия, которые проводились в течение этого года, были озвучены и отмечены правительственными наградами, как мы уже сказали, Министерства обороны, грамотами, а также знаками отличия лучших юнормейцев, ребят, которые участвовали в жизни юнормии, и тех ребят, которые постоянно принимали участие в знаковых событиях нашей области. Это что за знаковые события? Вот в этом году, я знаю, что летом было, было ряд таких событий. Да, событий было у нас очень много, у нас проходили военно-спортивные лагеря. Да, я как раз вас там навещала. Да, здесь у нас летом проходили мероприятия, посвященные 310 лет ВМФ, было 28 июля, и лучшие представители Тверской области выезжали в город Санкт-Петербург и участили в параде военно-морского флота. То есть не все представители юнормии других регионов удостоились такой чести? Тверская область одна из немногих. Можно сказать, одна. Одна. Мы представляли юнормию именно вместе с ребятами из Санкт-Петербурга, которые участвовали в шествии этого парада. А мы принимали участие, помогали в организации данного праздника и сами находились как раз на трибунах, где находилось высшее руководство. Да, я спрашивала у ребят, юнормейцы подходили, еще значочек такой снимали, да, вот награда теперь, это такая первая серьезная награда у мальчишек. Я спрашиваю, чем запомнилось? Мы сидели на одной трибуне с Владимиром Путиным и с министром обороны, да? Да, там не только министр обороны, там все его заместители были, все представители правительства были, там очень много значимых людей, представители духовенства были. Там очень так было интересно. Для ребят это запомнится на всю жизнь. Ольга Александровна, были представители Тургеновской вашей школы? Там, да? У меня было представлено четыре моих георгиевца, они же юноармейцы. Мы очень активно в апреле готовились к параду, который проходил в Твери, у Вечного огня, они были в коробке стояли. И все лето вот в тренировках мы надеялись, что мы тоже должны будем в параде пройтись торжественным маршем. Но и зрителями быть тоже было очень почетно. Кстати, потом ребята делились как-то, устраивались уроки для других, рассказывали, как это все было. У вас вообще так принято, да? Да. А может быть, какие-то стенгазеты выпускались? Да. Во-первых, среди этих четверых ребят двое выпускники. То есть они 11 классов закончили. И вот в сентябре они пришли, и ребятам все это подробно рассказали. И, конечно, для малышей, для других детей это потрясающе услышать. И теперь все у меня ждут, надеются, что они тоже будут участниками. Ну, пусть не на следующий год когда-нибудь. Но, кстати, есть такой шанс у ребят вот так же поучаствовать в таких знаках событий для страны. Шанс есть всегда. Самое главное — стремиться к этому. Вопрос в том, что ребята не только поучаствовали в самом военно-морском параде. У нас была очень обширная программа, экскурсионная. Спасибо Министерству обороны, военно-морскому флоту. Спасибо землячеству, помогавшему в организации данный поезд. Спасибо губернатору о том, что, как говорится, мы смогли туда попасть. Выделим транспорт. Ну, это все честь для области, конечно. Конечно. И вопрос в том, что ребята посетили, можно сказать, святыню военно-морского флота. Они видели все корабли, которые, можно сказать, являются на данный момент... Ну, не каждому дано попасть, потому что многие корабли секретные. И они видели все это изнутри. Всю мощь нашей армии, военно-морского флота. Также мы посетили русский музей, музей военно-морского флота, посетили Кронштадт. Там, можно сказать, мы ноги стерли по самой колени. Мы ни дня, как говорится, не сидели. Вот в течение трех дней мы все время находились в движении. Вот, кстати, уважаемые друзья, на мой взгляд, именно такие экскурсии можно говорить долго, а патриотическое воспитание можно объединять в отряды. Но вот именно такие экскурсии, где дети прикоснутся к святыням нашей России, да? Вы знаете, как ребята сдружились? Они вот за эти три дня, они стали единым коллективом, единым отрядом. То есть вот ребята со всей области, которые, 30 человек, которые были там, они, мне кажется, до сих пор сейчас общаются. Да, с разных районов. А потом, увидев все это, это же они захотят узнать об этом подробнее. Вот заинтересовало какой-то вид оружия, допустим, да, это же нужно найти и поднять там какие-то источники, посмотреть, что это, как это. Это такая, ну и профориентация своеобразная. У меня, например, очень многие теперь хотят просто стать военными. Ну, конечно. А вечером ребята играли в футбол. Как обычные мальчишки. Просто собрались и своим коллективом стали играть в футбол. Совершенно замечательно. А, сестра, Роман, у вас, вы не планируете, или, может быть, уже были такие экскурсии в Севастополе, где вы, да, раскапываете, можно сказать, проводите такую и научную, в том числе, работу по восстановлению, по понятию небытия имен наших соотечественников. Ну, да, Ирина. У нас, знаете, наша общественная организация, фонд Екатерины Бакуниной, начала свою работу с популяризацией имени сестры Милосердия Екатерины Бакуниной, которая была первой сестрой Милосердия, первой медицинской сестрой России. И за многие годы сделано очень многое, и имя Екатерины Михайловны Бакуниной сейчас уже очень хорошо известно в медицинском сообществе, в общественности. Вот даже в Тургинове появился женский отряд имени Екатерины Михайловны Бакуниной. И так потихонечку ниточка от самой Екатерины Михайловны Бакуниной привела к другим участникам Крымской войны, где она принимала участие. И потихонечку вот эта работа, сначала научная работа, она привела к очень удивительному открытию. Во-первых, в Севастополе прославилось очень огромное количество тверских наших уроженцев в Тверской губернии. Ну, достаточно сказать, что в Севастополе 10 памятников тверичам стоит. В Севастополе 12 улиц названы в честь тверичей, и их было бы еще больше, если бы в советское время не переименовали улицы с прежним названием на новые коммунистические. И в Севастополе два учебных заведения носят именно тверских героев, прославившиеся в Севастополе. И вот эта тема настолько вот нас увлекла, что мы потихонечку стали заниматься вот тверскими защитниками Севастополя. И открылись очень интересные какие-то факты. Ну, началось с того, что мы решили посмотреть, вот помимо того, что была какая-то слава Тверская в Севастополе, сохранились ли, остались ли могилы наших земляков и стали искать с помощью Севастополя тверских краеведов, историков. И нашли несколько пока могилу тверских защитников, брошенных совершенно там. И вот за несколько лет, за четыре года, как мы занимаемся, мы каждый год ездим в экспедицию в Севастополь, и уже восстановлены три могилы тверских защитников Севастополя полностью. Причем приведены порядок. Это значит, какие-то находятся люди, которые помогают. Которые помогают. В том числе материально. Это реально, потому что там, понимаете, могилы участников Крымской войны, которая была 150 лет назад, 165 лет назад. Понятно, что уже если могила брошена на кладбище, то за ней не ухаживают, то все разваливается за такие большие сроки. И мы восстанавливаем эти могилы. Отец Роман, я вас сейчас немножечко перебью, потому что у нас перерыв на рекламу небольшой, буквально на три минутки, а потом продолжим эту интересную тему. Не переключайтесь, мы через три минуты вернемся. Уважаемые друзья, мы вновь в студии. Программа «Тема дня». Продолжаем разговор. Отец Роман рассказывал о том, какая работа проводилась вами, вашим благотворительным фондом, директором которого вы являетесь, непосредственно в Крыму. Итак, вы, что называется, подняли из небытия, можно сказать, то, что существует столько памятников, столько имен, которые прославили, в том числе Севастополь, Крымскую войну, всю Россию. Может быть, здесь, в Твери и не знали об этом многие, и не догадывались? В Твери такая информация была до недавнего времени тоже очень не распространена, потому что это, наверное, был сугубый круг, каких-то, может быть, определенных историков, кто этим занимался. И, знаете, всегда было такие интересные открытия делаешь, когда с какими-то городами Тверь очень тесно связана, и наша Тверская область, например, даже Севастополь, он просто основан жителем, уроженцем Тверского края, адмиралом Федотом Клокачевым, который по указу Екатерины Великой вел азовскую флотилию в Севастопольскую бухту, но тогда никакого Севастополя не было. И сейчас, например, день военно-морского флота, день Черноморского флота, который празднуется, это день вхождения Тверского дворянина Федота Клокачева в Севастопольскую бухту. То есть в Севастополе очень почитается Федот Клокачев, то есть, а это наш Тверской дворянин. И, кстати, его дом — это современное здание на улице Желябовой, здание ректората Тверского государственного университета, которое потом стало школой Максимовичем. То есть уникальная связь есть нашего города с какими-то другими городами. То есть это, как бы, можно сказать, первый город по Братиму, который не является формальным городом по Братиму, но по факту таким и является. И вот в этом году нам впервые удалось, не только нам, сотрудникам нашего фонда, выехать в Севастополь, но вывести группу Тверской молодежи из поселка Литвинки. Вот о чем мы говорили. Да, из 47-й школы. Дети, которые занимаются в ДК Литвинки вокальном ансамбле, мы решили так сочетать, как бы, такую патриотическую работу с таким концертным выступлением, потому что дети все были поющие. И как раз летом 4 августа в Севастополе проходил международный фестиваль «Небо славян». И вот благодаря поддержке разных меценатов, которые нам помогли, удалось вывести вокальный ансамбль «Ассоль» из ДК Литвинок, которые на этом фестивале, во-первых, заняли гран-при. И поучаствовали в восстановлении могил тверских защитников Севастополя. И плюс мы совершили очень большие экскурсии по местам военно-боевой славы Тверичей в Севастополе. То есть это была очень уникальная такая экскурсия, потому что когда ты, например, едешь и говоришь, дети, смотрите, вы едете по улице, которая носит имя нашего тверского земляка, адмирал Октябрьский. Мы сворачиваем на переулок, а этот переулок носит имя тверского дворянина Федота Колокачева. Это набережная адмирала Корнилова. А этот дом, посмотрите, здесь жил наш адмирал. А вот это могила наша. Мы заходим в храм, главный храм Владимирский адмиральский собор в Севастополе, а там внизу, где похоронены адмиралы Корнилов, Нахимов, Лазарев, Истомин. И смотрю, несколько надгробий с именами тверских, командующих Черноморским флотом за разные периоды. То есть у детей там просто был такой шок от того, что куда ни посмотри, то первые лица — это наши тверичи. Можно сказать, продолжение Тверской земли. Вот это как раз о том, что вот сейчас выехали ребята, вот поющая группа, да? Ведь есть, наверное, шанс, если надо более и юнармию подключать, тем более, что вы сотрудничаете. Еще детей, я думаю, что желающих-то будет очень много. Это у меня был такой тоже проект. Вот, может быть, надо подключить, конечно, юнармию, потому что вот ни с одним городом вообще мира и страны Тверь так не связана. То есть приходишь в любой музей, в любой музей там по пять, по шесть экспозиции, посвященные нашим тверским защитникам Севастополя. Для севастопольцев-то они свои, родные севастопольские, да? А если посмотреть, откуда они приехали, все из Тверской земли там, да? И вот, конечно, в Севастополе, что мне понравилось, то, что утрачено сейчас в Твери для военно-патриотического воспитания молодежи, у мемориальной стены в центре города, напротив Графской пристани и памятника адмирала Нахимова, существует такая стена, памятник освобождения в Севастополе в годы Великой Отечественной войны, где горит вечный огонь, это аналог нашей Стеллы Победы. И круглогодично пост номер один несут тверские школьники Севастополя. То есть дети, то, что у нас, к сожалению, утрачено за последние годы. Ну, вот у нас же пост номер один же, да? Были соколы, да? Были тверские соколы, которые стояли вот здесь, вот в этой же студии мы говорили об этом, да? Но там круглый год. Да, эпоха, когда дети учатся. И вот даже у меня была такая идея, вот надо подключать юноармию, можно находить какие-то возможности. Мне кажется, надо наших юноармейцев, лучших юноармейцев сделать такую экспедицию в Севастополь, чтобы показать нашим детям, вот как наши предки, какую имели боевую славу в этом городе и вообще в военных вооруженных силах, вообще России, в частности в Севастополе. И мы готовы... Да, вы, дадите, Роман, как раз в отношении, вот она таких примеров. Вы затронули как раз именно эту тему, что на данный момент в связи с тем, что год объявлен 75-летием Победы, наш президент сказал эти слова во всеуслышание и по телевизору, и везде это подтверждается. Мы разработали данный план и надеемся, что руководство области города Твери поддержит нас в этом начинании. Мы хотим возразить пост номер один, начиная 16 декабря. 16 декабря является днём освобождения города Калининска. И все школьники, все школьники поочерёдно будут заступать до 9 мая, а может быть даже и чуть позже, а может быть это и возродится, как говорится, как это сказано на постоянное ословие, как в Севастополе. Потому что это было. Ведь это не надо нового изобретать, здесь просто возрождение, речь-то идёт о возрождении. Совершенно верно. И таким образом не то, что мы сделаем, как говорится, возврат к прошлому, а у детей будет понятие. Мы будем проводить в этот момент уроки мужества, будем рассказывать им историю, рассказывать о том, что происходило во время Великой Отечественной войны. Не обязательно только во время Великой Отечественной и в Первую мировую, и в 1812 года, чтобы ребята историю получали не только из школы, не только из компьютера, из учебника, но и именно слушали. Потому что когда человек разговаривает, если он интересный собеседник, то тогда это воспринимается немножко по-другому. А дети, они любят слушать, если честно. А если не рассказывать, если не привлекать к такой работе, о которой говорит отец Роман, о которой вы занимаетесь, уважаемые друзья, то у нас существует интернет, который научит несколько другого. И потом мозги, мозг ребёнка будет очень сложно поставить на место. Кстати, Ольга Александровна, вот в вашей школе, вот отец Роман уже сказал, это возрождение движения сестёр милосердия, да? Ведь у нас же была награда, вот мне говорили, ведь женщина, которая совершенно к нашей русской армии, по-моему, даже отношения не имела. Ну, это вы имеете в виду, это у нас есть награда для медицинских сотрудников среднего звена, для медсестёр имени Флоренсна и Тингейл, которые награждаются в том числе и те медицинские сёстры, которые являются военнообязанными и служат в рядах российской армии. Это международная награда. Вот сейчас, за последние десятилетия в связи с обострением отношениям Запада с Россией, она российским медицинским сёстрам не вручается, потому что это такая достаточно высокая награда международного Красного Креста. И действительно, она учреждена в честь Флоренсна и Тингейл. Это была первая медицинская сестра Великобритании, которая приехала на Крымскую войну, чтобы поддержать союзников, осаждающих Севастополь. И она спасала, конечно, она была медсестра, она была сестра милосердия, не участвовала в боевых действиях, но сам факт, что человек, который участвовал в нападении на Севастополь со стороны армии противника, эта награда сейчас культивируется как самая высшая награда в мире. И мало того, что день рождения этой медсестры Флоренсна и Тингейл является официальный день медицинской сестры. И все медицинские сёстры России 12 мая отмечают день рождения Флоренсна и Тингейл как свой профессиональный праздник. И, конечно, это несколько обидно, потому что мы забываем свою собственную историю. Вот сейчас, наверное, Евгений скажет, в этом году исполняется очень знаменательная дата, 250 лет учреждения ордена Георгия Победоносца. Это аналог того, что, например, сейчас бы русских военных награждали орденом, я не знаю, какого-нибудь иностранного полководца там, да, пускай... Да, как будто бы нет своих героев, которых вот сейчас говорилось, сколько открыто только за 4 года, да, работа благотворительного фонда, да. А вы, кстати, приходите в ту же Тургиновскую школу? Да, отряд был основан, да, вот Ольга Александровна сейчас расскажет, совместное такое мероприятие было фонда Екатерины Бакуиной, отца отца Тверских землячеств, Георгиевского отряда и Тургиновского средней школы и прихода церкви Покрова Божией Матери в селе Тургиново. Но Ольга Александровна, наверное, больше знает, расскажет. Как вообще такая идея пришла? И кто, кто, кто стал? Ребята, какие ребята попали первыми в этот отряд? Девочки, все ли хотели это? И как у вас? Отбор существует? Да, вот правильно вы отметили, что в настоящее время ценностные ориентиры такие, скажем, у молодежи, немножечко они формируются под воздействием массовой культуры. Это вот такой вот образ легких денег, какого-то свободного, разгульного времяпровождения, да. Кем-то хочешь стать менеджером, да? Да, 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 да. И вот эти негативные процессы, они же набирают сейчас такой большой очень оборот, и не только в город, они пришли к нам в село. А мы как раз возвращаемся к тем понятиям, которые на сегодняшний момент, может быть, и не такие актуальные, да? Это милосердие, это сестричество, это сострадание. К сожалению, об этих понятиях вспоминают все реже и реже, потому что несколько другое культивируется, да? Да, да. И вот столкнувшись с этим, вот сколько агрессивного поведения мы видим среди молодежи. И мы решили на базе уже существующего нашего георгиевского отряда создать такой вот девичий отряд. Туда входят девочки, но это дополнительное, конечно, для них и обучение, и дополнительная нагрузка, и дополнительные обязанности. Член Совета Ассоциаций Тверских и землячеств Манюк Сергей Владимирович, он преподает им первую медицинскую помощь, о чем мы говорили, а это тоже важно очень. Сергей Владимирович, мы, кстати, вместе входим в состав ОНК, общественную дательную комиссию предприятия предприятия при общественной палате. Да, он регулярно проводит с ними эти занятия. Ну вот, батюшка тоже был у нас в тот год, когда впервые мы этот отряд создали. Такую вот ежедневную работу с нами проводит наш батюшка-отец Андрей Миляев, настоятель нашего храма Покрова Пресвятой Богородицы. Чем занимаются девчонки? А, кстати, много девочек? Пока 10. 10 девчонок, да? Какой класс? Это старшие классы, это 8-11 класс. Но желающих очень много. Но не каждый удостаивается чести. Нет, это в первую очередь оценивается и общественная работа, и бескорыстный труд. И у меня, например, в селе девочки вот выходят к пожилым, к одиноким людям. Ну что, вот придут, померят ей бабушке давление. Так это же то, что нужно, да? Заварят ей чай, поговорят с ней, сходят в магазин, в аптеку, если нужно. Что нужно, да? Посуду помоют, а бабушка в это время что-то рассказывает им. Это как своеобразная тема, русская работа. Ну, да. Верите здравоопоказать, да, даже за мальчиков. Да. Вчера было заседание в Комитете по имени молодежи, и мы как раз-то эту тему тоже обсуждали. Идея очень хорошая, и, скорее всего, в юно-армейском движении именно будет это направление медицинских сестер, медицинских отрядов. То есть в каждом отряде, как минимум, должно быть 3-4 человека, которые умеют оказать первую помощь. Для чего это нужно? Мы сами прекрасно с вами знаем о том, что многие мероприятия, которые мы сейчас проводим, да, дети могут потерять сознание, да, стоят, переволновались, солнечный удар и так далее. Да, 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 я была свидетелями. Да. То есть вот буквально недавний случай, который ты рассказывал, да, тоже. Ребята не боятся, они стремятся помочь, они молодцы, но их нужно научить, как правильно делать. Это вообще просто в жизни пригодится, в любую жизнь. Совершенно верно. Да, куда судьба заброшена, неизвестно. Да, я хочу дополнить, что вот заинтересовавшись вот этим движением, нас, нашу делегацию Тверской области приглашали в главное политическое управление Министерства обороны. Да, это было. Сейчас строится, вы знаете, главный храм вооруженных сил, огромная прихрамовая территория будет, и на этой территории будет располагаться еще, как предполагается, какой-то учебный такой пункт, корпус. И вот на сегодняшний день Министерство обороны знает, что делать с ребятами, я имею в виду мальчиков, да, которые в юной армии, а вот что сделать с девочкой, не совсем понятно. Но таких отрядов же немного, есть такие еще в России? Нет. То есть это фактически единственный отряд? Да, и мы делились своим опытом работы, и хочу сказать, что он был оценен как положительный, и на заметку они себе этот вопрос взяли, и, может быть, в дальнейшем, как бы, вот в юно-армейском движении это будет присутствовать. Все есть теперь впереди планеты всей, да? А, кстати, форма есть какая-то у девочек? Конечно. Да, у девочек это длинное платье, это белый фартук и белый платок. Они ходят постоянно в этой форме? Нет, мы когда выездные мероприятия, вот они ездят у меня в герлантологический центр, в наш Тверской, где находятся люди пожилого возраста, они зарабатывают деньги, покупают им торты, пряники, конфеты. У меня есть ребята, которые играют на музыкальных инструментах. Да, у меня такой гармонист был, они его с собой всегда берут. Их не отпускают часами. Иногда вот заместитель директора звонила, зимой были сильные снегопады, помогите расчистить дорожки. Люди многие очень сложно передвигаются пожилые. Мы лопаты взяли, приехали, все расчистили. Слушайте, это же такая сила, да? Если мы говорим о коммунальных тех же проблемах. А что мы получаем в свою очередь? Посмотрите, те же девочки, вот они видят эту бабушку, которая по каким-то там жизненным обстоятельствам туда попала. И каждый из них думает, а моя мама может здесь оказаться? А я допущу, чтобы моя бабушка здесь была. Ну, согласитесь. И это же тоже такой вот задел на будущее, вот в плане сострадания, милосердия, да? И она же будет проецировать на себя какие-то моменты. Будет создавать такую же семью? Конечно, а, кстати, настолько интересно, а в тверских школах пока нету таких отрядов? Вот сейчас будут организовываться, да. Вот сейчас то, что Жене сказали, да? Да, да, да. Потому что уже сколько, 4 года ваши отряды? Да, 4 года. У меня вот многие девушки, которые уже закончили, допустим, 9 классов в медицинское училище, пошли. Пошли. А им легко, они это все знают. Они это знают, то есть основу оказания первой медицинской помощи они получают в отряде, да? Да, да. Помните, в советское время была профориентация в школе? Профориентация там обязательно, мы говорили, да. В профессии мы даже защищали честь той или иной профессии тоже художественным, изобразительным искусством. Мы пели, плясали и изучали поглубже профессию. Помнится, мы, правда, защищали профессию официента. Но нам так досталось. Поэтому у моих девчонок даже вот на выходе из школы не стоит выбор, кем стать, куда пойти, то есть уже определены какие-то такие важные моменты. А ведь многие в 11 классе даже, да, дети, куда пойдешь учиться, не знаю. Ирина, хорошо затронули. Это тема, к чему обучали, да, официантам танцевать и так далее. Вот сейчас представители Тургиновской школы и Третьей школы у нас выезжают 4 октября на юноармейский бал. А где будет? В Москве. Ах, в Москве. Надо и нам здесь. Поэтому у нас всестороннее развитие. Юноармейский бал, это будет опять же-таки тоже со всей страны, со всей России. Да, да. И мы тоже удостойно чести опять попадаем туда. Ой, ну, Жень, поздравляю. Ну, здесь не только мне одному поздравления, я еще раз говорю всем общественным организациям, духовенству, все, кто нас поддерживает, руководство области, единым миром, как мы можем только все объединив и все это сделать. Самое главное, чтобы было желание. И я всегда говорю, что юноармия, это не только ходить строем, носить красивую форму. Это как раз здесь не до рукопашной дошло, да, когда мы спорили на самом деле, что юноармия, это прежде всего строй и такой вот дисциплина. Наши ребята сейчас тоже опять получили лауреатов диктанта и географического, и исторического. То есть и в этом направлении идет. Всестороннее развитие. Как было воспитание у офицерского состава раньше, да, вот в России. Они же все могли. Конечно. И те же баллы. Да. Это мы обучали. Да. И языки, и статусности. И воевать, и все. Они были образцом, скажем так, да. Поэтому это нужно возрождать. Отец Роман, кто входит в ваш благотворительный фонд? Вот вы говорите, что вот эта экспедиция, это такая научная, серьезная работа, историческая работа. Кого объединяет ваш фонд благотворительный? Ну, очень много людей. Например, там у нас я, например, директор фонда, а президентом фонда является бывший ректор Тверского государственного медицинского университета Михаил Николаевич Калинкин, то есть медицинское училище Тверской государственного медицинского университета Тверская епархия, отдел культуры Тверской епархии нам очень сильно помогают те меценаты, к которым мы обращаемся. Нас поддержат правительство Тверской области, поддержат администрация Тверской области, поддержат. Вот, например, в этом году у нас было две поездки в Севастополь, и в Севастополе открылась несколько месячная выставка, Тверская выставка, которую создал наш фонд, называется «Лики милосердия». Это история сестер милосердия от Крымской войны до Первой мировой войны, которую мы создали. Очень такая масштабная выставка, она экспонируется в центре Севастополя, в музейно-выставочном центре, музее панорамы обороны Севастополя. Вот, при помощи администрации города Твери и главы города Алексея Валентиновича Огонькова, эта выставка была вывезена на автобусе в Севастополь, там экспонировалась, и до сих пор она там экспонируется, и очень большой такой резонанс вызвала. И вот такой очень хороший задел, и такая наша работа в Севастополе, она нашла отклеск и в этом городе самом. И в Севастополе вот ежегодно проходит такой фестиваль, военно-патриотический фестиваль «Русское Трое». Это фестиваль, посвященный обороне Севастополя в годы Крымской войны. Ну, такое название символичное «Русское Трое», потому что Севастополь, оборона Севастополя, она чем-то имеет такой аналог, как и знаменитая «Осада Трое», и с таким же концом. И этот фестиваль длится несколько дней. Это и науочные конференции, это выставки, это фестиваль реконструкторов, это встречи потомков, которые приезжают в Севастополь, участников обороны Севастополя. И в следующем году, это каждый год проходит в начале сентября. И в следующем году этот фестиваль, он будет посвящен тверским защитникам Севастополя. Здорово. Это ведь результат хорошей работы, да? Это называется, вот то, что рассказывает сейчас вот, да, отец Роман, ну, чем это не работа, не дружба городов-побратимов, да? Да. Это же фактически то же самое. Ольга Александровна, кстати, вот у вас ведь в школе в Тургиновской, у вас одним из первых появился отряд, да, георгиевцев? Да. Да. Это вот каким образом это произошло, как «кто дал толчок», называется, и уже, наверное, ребята-то выпускники. Да. Во-первых, впервые мы создали отряд георгиевский в 2014 году. И опять создали его благодаря нашему батюшке, который пришел в школу тогда. И благодаря председателю Совета Ассоциации Тверских землячеств Передонову Сергею Александровичу, который Он, кстати, тоже на форуме был. Да. Вручал вам наград. Да, да, да. Он всячески нас поддерживает. Спасибо ему большое. Ну, вы вот вспомните 2004 год, да? Такой вот 90-е только наши закончились. Молодежь наша, да, оказалась как-то неудел, никто ею не занимался. Да вообще очень много людей оказались неудел. Вот такая вот какая-то яма получилась, да, вот в истории государства. Мы с педагогами поняли, что нужно что-то делать, понимаете, вот так дальше двигаться нельзя, мы не придем никуда. И пришли к одной мысли, что должна быть какая-то организация, которая бы объединяла и учеников, и учителей, и родителей. И может быть, мы затянули бы и социум наш, да, и общественность. Слава богу, все пошло хорошо. Мы развиваемся. За эти 15 лет мы выпустили более 100 георгиевцев. И когда у нас был юбилейный наш год, мы просили всех георгиевцев такие, знаете, небольшие видео прислать, кем они стали, кто они, как сложилась их жизнь, кто стал инженером, кто стал летчиком, кто моряком, кто врачом, кто-то просто многодетная мама. Ну вот, кстати, вот то, что прозвучало на форуме, да, на вашем, что неважно, кем люди стали, плюс хорошими людьми, да, то есть они состоялись в жизни. Да, но все они в один голос, вот мы это монтировали и говорили, что мы все равно остались по жизни георгиевцы. Вот у нас есть совесть, у нас есть честь, а это, наверное, самое важное, да, мы же не ставим цель там вырастить генералов каких-то, да, вот наша цель. Да, мы вот здесь как раз и говорим о том, что, если Роман правильно сказал, что мы пытаемся понять, что награждают орденами и медалями зарубежных государств, да, зарубежных каких-то знаменитостей, у нас есть свой георгиевский крест. У нас есть момент того, что мы 250 лет назад Екатерина утвердила данный знак, и мы это знаем, и мы гордимся этим, вот понимаете. И здесь вопрос в том, что вы правильно сказали, что Тверская область сейчас очень часто попадает на различные мероприятия, которые не всех удоставят, не все регионы попадают. 2 августа мы были на Красной площади в день ВДВ, в Ильин день. Мы проходили два юноармейских отряда, проходили парадом, приняли участие тоже. То есть, и опять-таки, не все области были удостоены этого. Завтра у нас будет, как сейчас модно говорить, флеш-поп, хэштег. А по-русски сказать. Завтра будет презентация. Мы удостоены. Не буду открывать тайну, когда это будет, но это будет в следующем году. В 1240 году наш Александр Невский нанес урон шведским войскам. Да, сокрушительный удар. Сокрушительный удар на Неве. И этому будет посвящен так называемый хэштег, в котором мы примем завтра участие. 100 юноармейцев города Твери будут у обелиска Победы в виде буквы П построены. То есть, наша первая от слова Победы, наша будет первая буква. Да, наша первая. И мы будем завтра, опять-таки, при участии администрации области, администрации города, будет производиться съемка с квадрокоптера для того, чтобы в следующем году принять участие в данной акции. То есть, различные регионы, которые, опять же-таки, удостоятся чести, да? Совершенно верно. Будут, выложат определенное слово, да? Каждый по букве. Каждый по букве. Ну, вы правильно сказали П, буква первая. Первая? Первая. Первая. Да, первая. Первая. Ольга Александровна, как пришла идея? И идея вам ли пришла, вот, объедить ваших георгиевцев, да? Сочетаются задачи как-то вот и работа с юноармией? С юноармией, да. И не только георгиевцев, но и девочек? Да, да, да. И ведь и девочки входят в состав юноармии. Цели очень близки, задачи очень близки, которые мы ставим. Поэтому мы вошли в юноармию, ну, спокойно, совершенно. Это наша продолжилась просто работа, такая же, которую мы вели на протяжении многих лет. А теперь мы принимаем и будем являться активными участниками не только каких-то георгиевских мероприятий, но и юноармейских мероприятий. Это дополнительное. Я поддержу Логусанова в этом направлении, потому что юноармия, как уже еще раз говорил, это не узконаправленная специальность. Георгиевцы занимались чем-то, да, но как-то вот не расширено. А сейчас мы видим, что ребята во всех направлениях идут. И вот мы уже говорим про бал, да. То есть, как говорится, они первыми начали медицинское направление. Юноармия здесь их поддерживает сразу, чтобы везде это было. То есть, мы не делим патриотические направления, ни поисковиков не отделяем, никого. То есть, мы должны объединиться и выполнять то, что мы сейчас это делаем. Ну, уважаемые друзья, мы тоже за этим столом тоже говорили о том, что вот раньше же идеи комсомола и пионерии, ведь это же замечательное движение было, когда там оно не переросло в функционал какой-то, да. Это же идеи-то хорошие, и сколько существовало, и надо чем-то заполнять, да, это пространство. Да, обязательно. Чем больше будет занят ребенок бескорыстным трудом, общественно-полезным трудом, помните, он раньше присутствовал даже в школе, в школьной программе это было, общественно-полезный труд, мы занимались полезными делами. Сейчас, к сожалению, ну, жизнь, наверное, подталкивает, что отношения наши становятся денежными, да, не секрет, что... Макулатура в обмен на деньги. Да, да, да. Тем более, что сегодня... Грядки вскопались тоже за деньги бабушки своей, да. То есть, а нужно возродить вот это понятие бескорыстный труд. Это нужно, чтобы оно вернулось обязательно в нашу жизнь. Тогда и милосерднее станем все. — Да, действительно. Отец Роман, вот у вас вот в планах вашего благотворительного фонда, вы уже сказали, что возможно, да, вы сотрудничаете с юной армией, как можно больше наших тверских ребятишек побывает там, в Крыму, да, посмотрит на святыни, которая на самом деле для нас является святыней. Что еще вот так вот в поднятии воспитательной патриотической работы? — Ну, у нас, смотрите, у нас создан музей сестры Милосердия Екатерины Бакуниной. Такой очень такой музей очень хороший, потому что те люди, которые его посещают, оставляют очень восторженные отзывы. В прошлом году музей посетил наш губернатор Игорь Михайлович Руден, и тоже был в восторге от этого музея. И хотя он музей посвящен женщине, вроде бы сестре Милосердия Екатерины Бакуниной, но там отражен вот такой боевой путь России именно на Крымской войне, потому что центральная жизнь Екатерины Михайловны Бакунины, центральное событие было связано с обороной Севастополя. У нас очень много и артефактов, и очень интересных вещей, которые и мальчикам нравятся, и девушкам. И вот, как Евгений сказал, что будут создаваться такие вот медицинские, такие направленные юношеские отряды, то есть вот приглашаем девушек и юношей посетить музей сестры Милосердия Екатерины Бакуниной, и где будет рассказан вообще такой вот путь служения Отечеству и военного, и Милосердного на примере вот одной личности сестры Милосердия Екатерины Бакуниной, которая, знаете, как всегда мы начинаем нашу экскурсию с того, что вот ребята, посмотрите, вы пришли в музей сестры Милосердия Екатерины Бакуниной, которая была дочерью губернатора Санкт-Петербурга в то время, в начале XIX века, и которая все оставила и стала простой сестрой Милосердия. Не верит, наверное, что такое возможно. Говорит, вы знаете, современную тоже дочь губернатора Санкт-Петербурга, первого губернатора Санкт-Петербурга Собчака. Вот сразу же на ум рада, как все оставила. А теперь давайте сравним, чем занимались дочери губернаторов в прежнее время и чем они занимаются сейчас. Ну, это такая как бы, такой юмор-шутка. На самом деле, вот когда перед ребенком встают образы вот таких людей, не каких-то там невымышленных персонажей, там, знаете, каких-то таких реальных людей со своими реальными судьбой жизненной, которые, оставив все, нашли в себе силы служить Отечеству, то это, конечно, остается на всю жизнь, на всю память. Это вот отец Роман рассказывает сразу, вот, конечно, с кого берешь пример, да, видимо, какие, видимо, да, вот, как вот у Высоцкого, по-моему, нужные книжки, правильные книжки в детстве читал, на чем ты учишься, на примере кого ты учишься. Если сейчас одни герои, да, которые, что они пропагандируют, что они вносят в голову нашей молодежи, они те же самые деньги, популярность и заграничные шмотки, как хотя уже там уже, такого вот понятия уже нет, они кругом, да, это раньше были заграничные шмотки. Сейчас, что в голове, да, и что на другой стороне есть Отечество, да, о котором мы говорим, что служить которому надо. И почему, и кто сказал, что защищать это наше Отечество должны только люди, как говорят, ой, не повезло в жизни, пошел в армию служить. Кто об этом сказал? Почему именно так? Почему это, так сказать, долгие годы нам втемешивалось за голову? Ирина, Вы правы, вопрос в том, что мы сейчас говорим, да, вот, юноармия, мы разделим его на два составляющих, два корня, да, юный и армия. Но мы с Вами видим, Вы правильно сказали, не только служить Отечеству, а быть ему полезным. В первую очередь, юноармеец, он развивается во всех отношениях, кем бы он ни стал. Он может стать поваром, он может стать военным, он может стать летчиком, он может стать врачом, он может стать духовником. То есть, все равно он патриот своей страны, и он что-то делает для этого общества. Я считаю именно, что вот так, что здесь не нужно делить именно, что каким-то образом защищать. Защищать мы все будем. И на нашу страну нападут. Да каждый на своем посту. Совершенно верно. И кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет. Главное, чтобы понимали это и знали. А сейчас, чем крепче мы становимся, тем больше в наших детях патриотизма, тем больше к нам внимания со стороны всего мира. Вы видите, каким образом мир обозлен на Россию. Любое движение, любое наше движение в плюс, оно 10 минусов получает с противопоставшей стороны. Потому что боятся. А потому что вопрос в том, что если мы не будем заниматься детьми, не будем заниматься их умом, их мозгами, чтобы не та сторона не промыла их. Это делают другие. О чем мы здесь постоянно говорим. Если не мы, это сделают другие. Очень гибкий материал. Это глина, из которой можно лепить все, что угодно. И, кстати, вот я приезжала к вам в лагерь, который вы организовывали, палаточный лагерь. Я посмотрела, насколько интересно ребятам было заполнено все пространство, да, каждый день. Ну, они, у них слабого времени не было. И вот то, о чем бы мы сегодня не говорили, вот вы, уважаемые друзья, вот о чем говорите, я просто знаю, проскальзывает одно, проскальзывает интерес, что детям интересно. А через этот интерес можно принимать. Потому что не просто что-то там, вот, да, опять же-таки, главное не формализоваться, да. Да. Что там, галочку поставить. Интерес должен быть. Ребята, находясь в этих лагерях, им нетрудно было, им все давалось легко, а вместе с тем мы, они не заметили, как мы тоже выполнили свою задачу. Мы дали то, что мы должны были дать детям. Ну, мы дали это в игре, в соревнованиях, в каких-то конкурсах. И они определенно ушли с багажом. Когда мы начинали георгиевские движения и тоже вот эти палаточные лагеря, вы знаете, я хочу сказать, Ирина, дети не знали вообще, что делать у костра-то надо, как его развести, что можно петь песни, что можно печь картошку. А вот в этот раз у нас как раз все именно это и было уже. А теперь вот им это нравится. Кто сказал, что это плохо? Им это нравится, они с удовольствием принимают участие. У нас вот буквально каникулы летние три месяца, вот у нас все расписано, что в июне мы вот туда, в июле сюда, в августе, и везде желающие. Кстати, сказали у костра, вот можете меня пригласить или других таких старых походников, только что вернулись с северов, да? Да, уже много-много лет у этого костра. Мы знаем, как научить чистить ту же самую рыбу, как развестить, как поставить палатку и как что-то сделать. А кто их научит, Ирина? Вот только вот мы с вами. Да. Каждый, каждый, что-то, какую-то частичку. Конечно. Кстати, как родители относятся к этому? Есть какое-то, было противодействие, вот может быть, странное? Нет. Детям, мол, надо учиться, поступать в институте. Нет, противодействия не было. Может быть, было такое, знаете, осторожное наблюдение. Что из этого выяснили? Да, да, да. Но это было, наверное, первые года три. Ну, посмотрим у вас, что получится. А теперь родители для нас это поддержка. И мы многие вещи, конечно, делаем и благодаря родителям, и совместно с родителями. Это очень важно. И вот если мы находимся в том же лагере, мамы обязательно звонят, вам что-нибудь привезти, вам что-нибудь надо. То есть откликаются вот так. Отпускают детей легко. Никакого противодействия мы не встречаем. Я хочу присоединиться к главному Александру. У нас получается так, что сейчас, да и в прошлом, в принципе, стало больше внимания уделяться именно детям. В этом отношении и со стороны правительства, области, города мы получаем поддержку сейчас. И не только для того, чтобы мы могли их вывезти, например, в какой-либо музей. Мы сейчас стараемся их разносторонне развивать, так, как вот мы были, например, на определенных выставках. Потом мы ездили, ну, опять-таки, это тоже музей, но космонавтики уже опять. То есть не узкая направленность, именно, как говорится, историю нужно познавать во всей ее красе. Жень, ну как у нас высшее образование, что? Потому что оно дает возможности общаться, развиваться и вообще кругозор. Я хотела, у нас время, к сожалению, эфира подходит к концу, спросить отца Романа, нужны ли вам подвижники, нужны ли те, кто еще может пополнить собой ваш благотворительный фонд, помощь, куда обращаться? Ну, обращаться у нас есть сайт, фонд Екатерина Бакуина, просто по-русски набираешь в интернете, он высвечивается, там есть контакты все, куда можно обратиться, можно лично ко мне обратиться и предложить там свою такую помощь, вот в такой работе. И вообще, кто хочет поучаствовать. И потому что это очень такое важное дело, особенно вот сейчас то, что вот мы здесь говорим о воспитании молодежи. Я вот приведу такой пример. Вот в этом году мы ездили в Севастополь с Тверской молодежью, тоже такая молодежь современная, там, у которой там все эти гаджеты, да, там. Вот, ну вот смотрите, такой момент, что вот сейчас по социологическим исследованиям снижается процент россиян, которые считают, что Крым был присоединен, ну, это был правильный поступок, то есть с каждым годом уменьшается процент, вот официальная такая статистика, что как бы, может быть, и не надо было его присоединять. И вот когда мы с молодежью поехали по Крыму, то есть, и вот я, мы говорим, смотрите, вот здесь памятник Тверского музея, этот Севастополь основан Тверским дворянином и так далее. Ребята, как вы думаете, там, Крым, он украинский или русский? Вот только, ага, рассказывайте, сколько об этом хотелось. И тут просто уже даже вопросов нету, то есть просто вот достаточно погрузиться в эту историю, то, что не получается, может быть, на уроках истории, да? То есть вот мы должны наших детей вывозить из городов, из компьютеров и показывать реальную жизнь. — Уважаемые друзья, спасибо вам огромное за участие в нашей программе, поздравляю вас с Высокой правительственной наградой Министерства обороны, благодарю вас за участие в воспитании, в патриотическом воспитании наших ребятишек, я думаю, что еще встретимся в этой студии, пускай все ваши планы и задумки сбудутся. — Спасибо. — Спасибо. — Всего доброго. — До свидания. — До свидания. — До свидания.